Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу событий. И вот о чём мы расскажем сегодня. Новоселье не за горами. Проблема обманутых дольщиков будет закрыта в ближайшее время. Примерно когда мы рассчитываем его подсадить? У нас долго в мае месяце. В мае месяце. Проверить здоровье, не отходя от бассейна, во дворце спорта Олимпийский прошла профилактическая акция. Идеальный в диапазоне показатель 5, но вот 5,5,5. Тут очень короче. В ожидании чуда. Музыканты с Санкт-Петербурга готовят для пензенцев концерт на дудуке. Открытие сквозного проезда через центральный рынок после реконструкции Бакунинского моста, по мнению временно исполняющего обязанности губернатора Олега Мельниченко, и это социально опасное решение. Под площадью лежат газовые коммуникации высокого давления. К тому же большое количество людей может остаться без работы. Свою видение ситуации руководитель региона озвучил в ходе объезда Пензы. На что еще он обратил особое внимание этим утром, расскажет Альбина Байшева. Годы томительного ожидания позади. Собственники квадратных метров в жилом комплексе Тернопольский начали заезжать свои квартиры. Воплотить мечту в реальность удалось благодаря строительной организации «Новые решения», которая с весны 2019 года ударными темпами взялась за объект. Дом строился в два этапа. Строительство началось весной 2019 года по инициативной группе дольщиков. Первый этап строительства проходил с лета до декабря 2019 года. Далее правительство заключило соглашение с фондом «Дом.РФ». После этого была пауза на корректировку проекта, определены условия финансирования и начался второй этап. Компанией была проведена комплексная работа, полностью проложены инженерные коммуникации, установленные лифты, оконные конструкции. Выполнено благоустройство в прилегающей территории. Хочу вас поблагодарить за ту работу, которую вы провели в максимально короткие сроки. И вопрос по 253 договорам закрыли. Это очень важно, потому что это люди, которые были обмануты, к сожалению, и в отношении которых в соответствии с решением президента взять обязательства по незавершенному строительству на государство, то есть на Российскую Федерацию и на субъекты Российской Федерации, этот вопрос решен. Дом состоит из шести подъездов, в каждом подва лифта – грузовой и пассажирский. Всего здесь 264 жилых помещения. Уже в ближайшие дни все собственники станут полноправными владельцами своих квартир. На финишной прямой завершение строительства второй очереди жилого комплекса «Райки». В настоящее время на объекте работает порядка 130 человек. Осуществляется отделка фасада, разводка электросети, устройство полов, монтаж лифтового оборудования и входных групп. «Примерно когда мы рассчитываем его под сдачу?» «У нас договор – май месяц». «Май месяц». «Мы будем стараться не выйти за пределы?» «Нет. Если все будет нормально, задолжение. Здесь несколько вопросов нерешенных, которые сейчас решаем. В частности, вынос газопровода, который к частным домам идет». Также Олег Мельниченко в ходе объезда затронул тему завершения строительства последнего из проблемных жилых домов в Пензе – застройщик «Север Траст». Он поручил активизировать работу в данном направлении. Вероятнее всего, собственники получат денежные компенсации. Теперь о ситуации с распространением в регионе COVID-19. За минувшие сутки диагноз подтвержден всего у 100 человек. Это вновь меньше, чем накануне. Всего же за весь период пандемии коронавирус выявлен почти у 43 тысяч жителей нашей области. Тем временем опасный недуг уже побороли более 40 тысяч пензенцев. За последние 24 часа из медучреждений выписали еще 169 пациентов, которым теперь предстоит пройти курс реабилитации. Чтобы снизить риск заражения, специалист рекомендует соблюдать меры профилактики, пользоваться антисептиком и маской. Еще более действенной мерой является вакцинация. Записаться на бесплатную прививку можно, напомню, на портале госуслуг. А вот по количеству больных алкоголизмом. Последние несколько лет Пензенская область входит в число лидирующих регионов. Специалисты связывают большие цифры с отработанной системой выявления зависимых людей. Ведь большая редкость, когда больной человек добровольно признается в том, что ему нужна квалифицированная помощь. Еще сложнее здесь обстоят дела с прекрасной половиной человечества. Об этом в съемочной группе нашего канала рассказал главный внештатный нарколог регионального Минздрава Юрий Уткин. Я так понять не могу, почему мужики-то лечатся и почему результаты лучше. Почему женщины, их меньше в этом направлении, но лечатся они хуже и, к сожалению, результаты хуже. К сожалению, среди стационарного лечения пациентов, которые лежат сейчас в наркологической больнице, 20% женщины. И они в примерно таком соотношении и находятся у нас в нашей базе. Подробнее о том, как можно помочь зависимому от алкоголя человеку, как ведется профилактическая работа с подростками и что делать, если в специализированной помощи нуждается кто-то из знакомых, вы узнаете из программы «Экспресс-тема». Она выйдет в эфир после первого вечернего эфира новостей. На коммуне отмечался Всемирный день здоровья. Сегодня мероприятия, приуроченные к этому празднику, в Пензе продолжились. Одно из них состоялось в Дворце Спорт Олимпийский и вызвало большой интерес у посетителей. Светлана Дёмина подтвердит. Идеальный в диапазоне показатель 5, но у вас 5,1. То есть тут очень хорошая цифра. Совместить полезное с еще более полезным. Екатерина Миняйкина старается придерживаться здорового образа жизни. Для этого начала ходить в бассейн. Перед сеансом решила проверить свое состояние. И для этого даже не пришлось ехать в поликлинику. Предложили, согласилась. Но интересно. В любом случае интересно. Импровизированный медкабинет открылся на первом этаже Дворца Спорта Олимпийский. Желающих здесь принимали без предварительной записи. На площадке здоровья, где находятся наши специалисты, проводятся исследования показателей здоровья. Все факторы риска, которые могут привести к различным заболеваниям. Онкологическим, сердечно-сосудистым, сахарным диабетом и так далее. Все хронические неинфекционные заболевания. После осмотра к спортивным рекордам на соседней площадке пензенца могли проверить свою готовность к сдаче норматива в ГТО. Среди них прыжок в длину, наклоны, упражнения на пресс и стрельба из винтовки. Мимо не прошли даже профессиональные атлеты. Было интересно узнать свои результаты, выросли они или нет. Ну и как? Выросли. Начал дальше прыгать, ниже сгибаться. Ну и обследование давления, померить холестерин, проверить. То есть плановая проверка. Всем прошедшим обследование выдали карту здоровья с рекомендациями врача. Подобную ревизию организму специалисты советуют устраивать раз в год. К другим темам. На пензенский рынок производства сельхозпродукций могут прийти новейшие IT и биотехнологии из Израиля. Встреча с инвесторами с землеобетованной прошла в правительстве региона. Инвесторы из Турции, Сингапура и Франции уже знают. Реализация аграрных бизнес-проектов на пензенской земле приносит немалую выгоду. Теперь в этом смогут убедиться и предприниматели из Израиля. Сельское хозяйство у нас неплохо развивается. В 2020 году индекс производства продуктов сельского хозяйства у нас составил 115,7%. Это первое место в Приволжском федеральном округе и третье в Российской Федерации. Мы открыты, готовы помогать инвесторам. Мы вам очень рады. Иностранные предприниматели уже много лет занимаются производством мяса индейки в своей стране, а также выпускают корма и пищевые добавки. Узнав, что в Сурском крае тоже есть агрохолдинг по выращиванию такой птицы, израильтяне заинтересовались возможностью взаимовыгодного сотрудничества. Мир меняется, и нам надо думать о завтрашнем дне. Наша компания изучает новые технологии, опыт других сельхозпроизводителей. Так мы познакомились с российскими инвесторами, работающими в вашем регионе и намерены обсудить вопросы обмена опытом совместной коммерческой деятельности. Результатом такого взаимодействия может стать применение новейших западных технологий в отечественном птицеводстве. Из 125 миллионов рублей будет предоставлено Пензенской области из федерального бюджета для софинансирования расходных обязательств региона по возмещению части затрат на производство и реализацию подсолнечного масла и сахара. Это следует из распоряжения правительства России, которые подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Как отмечается на сайте Кабинета министров, решение касается компаний, которые участвуют в соглашениях о стабилизации цен на продтовары. Предоставление компенсаций позволит зафиксировать стоимость одного килограмма сахара на уровне не выше 36 рублей для оптовиков и 46 рублей для розничных покупателей. А за один литр масла не выше 95 и 110 рублей соответственно. Пока же в Пензе продолжается голосование за присвоение областному центру звания «Город трудовой доблести». Своё мнение уже высказали студенты государственного университета. На территории образовательного учреждения работали волонтёры. Моя обязанность входит подходить к людям, показывать им QR-код, они его сканируют, там регистрируются. А те, кто люди пожилого возраста, мы им помогаем, то есть помогаем со своих телефонов. Кроме того, в сурской столице действует 8 пунктов для голосования. Они расположены в крупных торговых центрах и работают ежедневно с 12 до 14, с 17 до 19 часов. Принять участие в акции можно и не выходя из дома. Для этого достаточно зайти на официальный сайт. Сбор подписей продлится до 30 апреля. Напомню, с инициативой присвоения городам России почётного звания выступил президент ещё в прошлом году. Российская Академия наук дала заключение о том, что столица Сурского края может претендовать на почётный титул. Уже к майским праздникам Пенза подойдёт во всей своей красе. Город украсит 23 тысячи цветов. Бегонии, петунии, сальвии, цинерарии и ещё десятки видов планируют высадить на площади более 6 тысяч квадратных метров. Первый этап стартует 29 апреля. Композиции оформят у монумента воинской трудовой славы в скверах Провода и Пионерский, в парке Победы и на улице Московской. Затем на Лермтово, Пушкино, Белинского у памятника первопоселенцу, на транспортных развязках по проспектам Победы и строителей, улицам Центральной Мира и на других территориях. Новая техника, которую привезли на грузовой фуре из Кировской области, поступила на вооружение лесничеств региона. Это уже не первая поставка. В течение ближайших двух недель в Пензу прибудут ещё два трактора. Наша съёмочная группа была на разгрузке и узнала, где и как будет работать только что пришедшее оборудование. Пока первый образец готовится к погрузке, из приехавших за новым оборудованием газелей уже выстроилась очередь. Всего в этот раз Пенза получила шесть дискаторов. Они предназначены для культивации и обработки земли, на которой выращивается семенной фонд будущих лесов. В приоритете посадка дуба черешчатого и сосны обыкновенной. Лесосеменные плантации – это особо созданные лесные насаждения, которые предназначены для сбора семян с улучшенными наследственными свойствами. В течение всего периода на лесосеменных плантациях проводятся агротехнические уходы для уничтожения сорной растительности, сорняков, для рыхления почвы. Эти дискаторы как раз для этого и необходимы. Это техническое перевооружение – результат реализации федерального проекта «Сохранение лесов». В его рамках немногим ранее область получила более 40 куста резов для ухода за молодыми насаждениями. А теперь поступили и дисковые бороны. Они способны рыхлить почву на глубине до 18 сантиметров. Сразу после погрузки данные устройства отправятся в Ахунско-Ленинское, Сердобское, Шемышейское, Чадаевское и другие лесничества. Один из пензенских предпринимателей, напротив, потерпел убытки. Пропажу 15 тысяч рублей из кассы он обнаружил в ходе инвентаризации своего магазина. В первую очередь возникли вопросы к продавщицам, но поговорить удалось только с одной из них. Другая не отвечала на звонки. И тогда ее поиском занялись сотрудники правоохранительных органов. Полицейские выяснили, что в сети интернет на сайте Авито мужчина разместил объявление о вакансии продавца. В свой магазин на него откликнулась женщина, с которой они договорились о трудоустройстве. После четырех дней стажировки с наставницей гражданка приступила к работе одна. Проработав без нареканий около недели, женщина решила совершить кражу денежных средств из кассы магазина. На следующее утро женщина передала ключи от магазина напарнице и больше ее никто не видел. Полицейские разыскали подозреваемую. Выяснилось, что ранее она уже привлекалась к ответственности за аналогичные правонарушения. А сотрудники ГИБДД, в свою очередь, продолжают исследовать состояние дорог. Многие участки в Пензе оставляют желать лучшего. После зимы асфальтовые покрытия в некоторых местах находятся в неудовлетворительном состоянии, что и подтвердила проверка. В ходе мероприятия сотрудниками Дорожного надзора были выявлены дефекты на проезжей части в виде выбоин по улицам Гоголя, Володарского, Красной, набережной реки Мойки, предельные размеры которых превышают допустимые значения, предусмотрены требованиями ГОСТа. Кроме того, на проспекте строителей были выявлены недостатки в виде просадок. По факту выявленных недостатков сотрудниками госавтоинспекции вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении. Ответственным за содержание дорог будут выписаны штрафы. Состояние дороги, как одна из версий, накануне вечера в микрорайоне Шуис произошло ДТП. На улице Дружба у дома номер 4 столкнулись автофургон и мотоцикл, в результате чего мужчина, управлявший двухколесным транспортом, получил травмы и был госпитализирован. Возможно, причиной аварии стали и погодные условия. Госавтоинспекция обращает внимание водителей на соблюдение требований правил дорожного движения. Напоминаем, что скорость транспортного средства необходимо подбирать с учетом погодных условий и интенсивности движения. Водителям мототранспортных средств необходимо использовать средства индивидуальной защиты. Далее немного рекламы, после нее мы продолжим. Я каждый день работаю в красной зоне, каждый день вижу испуганные глаза пациентов. Многие из них не верили в существование вируса ковида, и сейчас они лежат в больнице. Пожалуйста, сделайте прививку от ковида. Сегодня вакцинация единственный способ защитить себя и своих близких. Защити свое здоровье и здоровье своих близких. Его никто не видел уже год. Все боялись, что он пропал навсегда. Но он вернулся. КВН в Пензе. Фестиваль официальной лиги КВН Сура. 20 апреля в 19.00 в Большом зале филармонии. Организация похорон. 30 55 55. Круглосуточно. Сегодня во всем мире отмечают День цыган. В нашей области они начали селиться с конца 50-х годов прошлого века. Сейчас 3,5 тысячи представителей этой национальности проживают в основном в Пензе, Чемодановке, а также в Бессоновском, Городищенском и Бековском районах. Последние полтора года ведется целенаправленная работа по их социализации. Особое внимание уделяют, конечно, детям. О том, что сделано в этом направлении, в специальном репортаже Елены Моисеевой. Опси, развал, опси! Опси! Прям как настоящий цыган! Юные артисты хвастают сценическими нарядами и танцевальной обувью. Обновки закупили для театра Миройло, созданного полгода назад. Два десятка детей, пока еще маленькими, но уверенными шажками, движутся к профессиональному покорению цыганского творчества, которое заложено в их генах. Ну, у нас все умеют, любят танцевать, петь. По традиции все танцуют и поют, и на свадьбу ходят. И дома танцуем с сестрами, с братьями. Музыку всегда цыганские слушаем, поем. У нас много талантливых цыган. Их обязательно нужно найти, обязательно вытаскивать на сцену, социализировать. Все эти ребята из Чемодановской средней школы, которая расположена по соседству с ДК. Сейчас здесь обучают учащихся девяти национальностей. Представителей цыганской 78 человек. Одним из самых крупных образовательных учреждений по количеству детей-билинговов не только в нашем регионе, но и в стране считается Пентинская школа номер девять. Опыт, который у нас есть, он очень большой, очень нужный. И помогает нам работать им непосредственно с этими детьми. Чтобы ребенок был социализирован и в дальнейшем смог получить какую-то специальность, которая ему бы пригодилась в жизни. Чтобы кормить свою семью и найти свое место в современном обществе. В разработанной программе обучения учитываются особенности цыганской культуры. Главная цель педагогов – помочь школьникам окончить не только девятый класс, но и одиннадцатый. Если в 80-е годы здесь было примерно два десятка цыган, то сейчас их число достигает 160. Меняется и мотивация. Раньше стремились освоить хотя бы чтение, письмо и счет. Теперь этих знаний недостаточно. Я как первый цыган, не знаю, есть еще детик, может кто-нибудь до одиннадцатого дойдет. После одиннадцатого класса я пойду в училище, буду заниматься фортепиано. Дедушка купил это, синтезатор. Я начал что-то там играть, мне понравилось. Потом я слышал произведения, потом я записался в школу. Мне уже понравилось, я уже играю этюды, произведения, Петховена, Шопена. С цыганским укладом жизни и традициями, которые складывались веками, сегодня знакомили и во время фестиваля национальных культур «Пенза – ты и есть моя Россия». Он состоялся в городской детской школе искусств имени Яничкина. Кстати, в таком формате День цыган в нашем регионе отметили впервые. 11 апреля в Пензенском драматическом театре зрители увидят сразу две постановки в исполнении иногородних артистов. В 11 и 13 часов музыкальную сказку для детей «Храбра и партняшка», а в 18 часов спектакль «Эсмеральда». Центральная часть этого спектакля хореографическая. В основе сюжета знаменитая история из романа Виктора Гюго «Собор парижской богоматери» о жизни цыганки. Ее уменьшили с привычных четырех актов до двух. Постановщики намекают, зрителей ждут сюрпризы и в финале развязку сделали непривычной. Обе постановки представят пензенцам в это воскресенье Государственный музыкальный театр имени Якушева из Мордовии. Приезжий артист выступит в областной филармонии. 9 апреля в 18.30 там будет играть дудук. Сейчас идут последние репетиции уникального концерта. В том, что звучание этого армянского народного инструмента завораживает, убедилась Ольга Сайганова. Если бы душа армянского народа могла звучать, она бы играла как дудук. Задумчивый и немного грустный, даже когда мелодия веселая. Универсальность народного духового инструмента в Большом зале филармонии уже в эту пятницу покажет Аргешти. Исполнитель и автор из Санкт-Петербурга. В репертуаре, кроме этники, также джаз и даже классика. Я влюбился в одну армянку, когда мне было 22 года. Я слушал уже Дживана Гаспаряна. Я купил дешевенький дудук, чтобы покорить ее сердце, потому что никакие средства не срабатывали. Ничего не получилось, потому что он дешевый, ничего не получалось. Я поехал в Ереван, потратил кучу денег на монастеров, на учителей. Научился, ну, одну мелодию научился играть. Сыграл ей, все равно ничего не получилось. То есть девушка ушла из моей жизни, но дудук уже было не остановить, и я продолжал играть. С армянской культурой вообще Аргешти тоже свел случай. В 17 лет мама сказала, что его отец именно этой национальности. Будущий музыкант стал пристально изучать, казалось бы, родную культуру. Но в 30 лет выяснилось, что корни у него другие. Пойти на хитрость тогда требовала политическая обстановка. Но менять образ жизни, а главное отказаться от дудука, было уже поздно. В Пензе Аргешти во второй раз, но впервые выступает симфоническим оркестром. Безусловно, Аргешти будет на первом плане. Дудук – это основное линии. Понимаете, как сделать ту невесомость, на которой вы будете восхищаться политом птицы. Ну, это просто, может, неправильное сравнение. Но вот, чтобы не испортить, чтобы сделать ту атмосферу, то состояние, на котором, я надеюсь, у нас получится, и Аргешти сможет получить возможность выразить себя. Вообще же, о том, как дудук воздействует на зрителя, говорит уже следующий факт. Игра на этом инструменте признана ЮНЕСКО шедевром нематериального культурного наследия человечества. На этой музыкальной ноте мы завершим наш выпуск. До встречи. Всего доброго. Субтитры предоставил DimaTorzok Ветер северный, северо-восточный, с максимальной скоростью 8 метров в секунду. В Пензе завтра будет пасмурно с небольшим дождем. В ночные часы на улице будет 0, в дневное время плюс 6. Ветер северо-восточный от 3 до 6 метров в секунду. Атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба. Официальный курс Центрального банка России. Доллар 77 рублей 10 копеек. Евро 91 рубль 62 копейки. Ветер северо-восточный, северо-восточный, северо-восточный. Продолжение следует...